всем привет меня зовут максим шубин сегодня поговорим о сериале дилды 2 сезон и уже вы ребят восьмая серия я не ошибаюсь за восьмая серия друзья мои и что же там нас был у нас было пирожков вторжение уже забавно звучит да согласен ребят не ждать лайки подписывайтесь на канал это важно ну что в общем продолжается работа над делом ирины вместе с этим адвокатом и в этот момент кабинет в ректором то есть они там занимаются этим делом заходит ее подруга ее единство подруга пожалуй в этом вузе она вроде как есть юрист или типа того короче и виду важными делами на заниматься точно какой-то там зам ректор или проректор хендзат короче в общем не суть в общем итоге что в итоге она сразу же заприметил этого адвоката сразу же он ей понравился сразу же она стала ему так сказать глазки строить и не только вот и пыталась как-то сразу с этим закрутить он такой ну ну то есть когда нам вышел короче из этого из кабинета он такой вот сейчас бы вообще что-то я сейчас не понял конечно было легкое недопонимание что сразу так резко к нему стали подкатывать но тем не менее все таки потом вместе они с ириной а это такая ситуация типа на все-таки нормально но да бывает в общем продолжилась у них работа но дальше друзья моим дальше эта подруга ирина снова пришла она уже с пирожками поэтому называется пирожкового вторжения в общем предлагает на пирожки во время обеденного перерыва она пришла а он ест типа какие-то овощи точно там типа супер правильное питание пробежки все про списанию в общем прям какой-то супер идеальный человек ну по крайней мере для себя лично то есть он не гадит своему организму он наоборот вот способствует лучшей работе своего организма бегая то есть укрепляться в гибели на самом деле круто деле круто но опять же вот ирина как она сказала она типа тоже пыталась перейти на правильное питание но на этом я остановилась принципе то есть дальше не пошло тут пирожки типа для него это вообще типа да я пирожки не ем то есть она сразу он понял что нет нет это как бы не мой вариант а но после того как она опять же вышла из кабинета подруга ирины ирина предложила что надо мол сразу ей сказать о она вам не нравится ну и сразу соответственно ее отшить чтобы не было так пластырь типа резко сорвать и все в общем итоге что он в итоге как бы позвал она типа свидание что и речь на встречу в столовку и пришел она такая прям вся разодетая пришла вот и дальше что дальше вообще получилось так что все таки он сказал ей эти слова из-за этого она такая ну то есть сначала она вроде достаточно спокойно отреагировала и он даже такой ага она прям классно спокойно отреагировала все хорошо нормально без проблем а потом она попилась она пошла хирургу классическому чтобы там кучу всяких себе операции сделать типа она что-то какая-то не такая не нравится мужикам что же делать вот давайте операцию сделаю да еще и а пьяную голову в общем в итоге они там ее и нашли типа спасать и побежали вот и там она была уже вся разрисована знаете в этих как бы в отметках для хирурга типа где резать и что корректировать и она там набрала этих услуг на полтора миллиона рублей вот это дело что деньги слишком большие но тем не менее в общем в итоге забрали а еще адвокат михаила показал как он выглядел сам в определенного времени он был толстым парнем очень полным парнем вот но как бы взялся вроде как за себя но все равно это это не помогло ему побороться с ней дал внешне изменился на внутренней все равно тот же уже полный чувак все равно это стеснение остается у него вот ну и как-то она тоже прониклась всем этим то есть наверно с некой схожестью истории вот и послушала его и все-таки в итоге вместе с ними ушла что еще было интересно в общем в итоге вернулся михаил команду после всех вот этих звук включений поездок туда-сюда сейчас он как бы этом чипецки новочепецки обитает и ответственно там тренирует команд но как говорит он типа хорошего тебя вернулся но плохая новость вы по-прежнему плохо играете основная проблема у них в игре то что они командно как-то играет то есть не и бить рак и щука что-то около того плюс еще есть у них искать то некие конфликтные ситуации на потому что что потому что раньше была кристина она как-то всех сплочала что ли вокруг себя то есть она была лидером которого вы верили которым также она была неким авторитетом до прихода дианы и она пришла на как-то тоже уже так немножко оп-оп-оп уже не такая авторитетная дама а сама диана она она пытается быть лидером но у нее это не очень получается с точки зрения ну типа слушабельности слушать ее подчиняются ли ее там всяким паском и кашка вот она наоборот даже создает дополнительный какие-то конфликт то есть а там кричит о них типа это им не нравится кристина вроде как особо ты на них не кричал то есть не как бы как будто бы сделали замену яну на крестину вот и все это тоже не особо в общем-то у них работает в общем итоге михаил попытался как-то это исправить попытался рассказать про свою команду динамо как там они выигрывали чемпионство мол это тому этого крал этот спал с его женой этот друг друга ненавидел это вообще целом плохой чувак в общем максимально опустил свою команду но при этом как бы это все конечно было неправда это все было ради того чтобы его команда здесь но чипецки поняла что на площадке и обязательно быть друзьями главное быть командный то есть все вот эти вот личные штуки выносить по площадку и соответственно а площадке быть уже единым механизмом единым организмом который зарабатывает победы вот это очень получилось как бы они сами еще больше даже скажем так еще больше фликт накалился вы команде то есть они еще высказали друг другу и вот и такая это всякая ай-яй-яй-яй вот в итоге еще один план михаила созрел назвать гитлер итоге что в итоге он провел типа тесты к типа там кто как бегает кто как подает в общем все вот эти штуки чтобы понять кто самый слабое звено кто самое сильное звено и так далее в итоге получилось что самым слабым звеном оказалось это типа красотка которая со всеми есть кошелек с очень толстый такой образ опять же вот и оказалось что все таки она специально это сделала то есть это был договор если с дианой и михаил то есть на на троих разбили они за договор помол лучше он выгонит она казалась как раз и худший и соответственно он не стал выгонять и она стала на ее защиту и типа команда стала на турную диана типа мы поддерживаем диану мы будем слушать диану . все авторитет подрос ее сразу и соответственно михаил также эту рассудку не выгнал вот и дальше типа что дальше вроде как должна была команда объединиться вроде как что-то начала налаживаться но тем не менее ну то есть как результат это конечно план принес но все же а что еще у кристины у кристины да там сдали этот тест на отцовство и поэтому по результату этого теста оказалось что ее отец не ее отец вот а мама такая конечно обалдела тебя как так такого не может быть по срокам вот только с тобой как бы ну может чуть его как бы но только с тобой пока тебя может быть да на короче стала разносить эту клинику ее даже забрали в полицию типа мелкие какие-то как называться ну как от блин короче немножко побила на этого врача и коп ну в полиции не замуж 3 отец очень нежных не отнеси стал проверять эту клинику оказалось что там у них этот аппарат сломан уже как два года надо кучу денег чтобы его починить он просто от балды там лаборант пишет эти тесты и вот такая ситуация получается то есть как бы это все еще записали на видео показали отцу ну по крайней мере формально отцу кристины и ну и соответственно он как бы не то чтобы он вот сразу бы сразу вернулся в семью нет но по крайней мере вы крестине дать это понять ну и плюс надо еще михаил они еще позвали михаила в самом конце серии мол давай ка ты под нам поможешь чтобы понять кто же все-таки отец крестин то есть тест поедем сделаем в нижний новгород там нормальные клиники вот такая требует получилось серии пишите в комментарии как вам до серия как вам вообще сериал так ну что ж собственно погнали и так создание игры авис ну что алис погнали и так вот наши соперники вполне себе такой крепкая команда посмотрим конечно что они нам преподнесут каких-либо сюрпризов нет хотел пофинтить по красоте так и давай нет дальше ну да не получилось не фортанул нет два раза не смог пробить лозана ирвинг серёжа милинкович савич на инга ланища ребич лозана хорошо пяточка этот дал без вопросов так интересно что крыше тянут это монос похоже на крыше тянут был так мал маля маля видали артура артура видали море так маля ирвинг хозана у серёга милинкович савич ну нормально в принципе хорошо сквад батл ул у нет 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 не получилось по красоте сделать маля к серёга миленький савич хорошо так да в смысле то море артура ребич дуребич нехилые финты так полкер и решать надо до беля красавчик есть галешник ребята первый только еще решили на игла на первой миленький сэйч н2 нища ребич так так началась как-то здесь четко клево сделать об сюда нет вальверде нынг ванища ползаном серёжа миленький сэйч так шоу ой какой пас ой решай верно решает как однокровный хирург и решаем марсиаль как мы здесь ориентировали четко прям хочется расцвеловать свой собственный мозг это было хорошо мамс 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 по красоте манг ванища серёжа миленький сэйч о как до омальна нет видно на блог вершком вершком давать педаль, Артура, Ребич ну что там ладенько, ладенько у нас в владении 26% все 26% и голешника мы забили эмью ю ю ю наенглан еще Серега Милинкович так малэ манолос наенглан Ребич Ребич, Ребич так хорошо, так дерзко жестко ой-ой-ой, ну и пас ну и пас решаем железобетонно тема Вернер да, тема один момент он гол забьет преврежденный форвард и фа-21, конечно же тео тео ой, высоко Вальвердо высоко как-то криво косо пропил не знаю да, Вальвердо не вернер мне считаться здесь посложнее все-таки было но нет-нет артур видаль Тео? Нууу, нет. Позано. Так, все. Ай, то море. Сережа, миленький, и Савич. Да почему такой паз-то плохой, а, Вернер? Ай. Вернер? А, да, фигня. Хм. Хорош, Марсиаль. Прекрасный, Марсиаль. Отлично. Есть грешник. Сережа, миленький, и Савич. Воп-воп-воп-воп. Ах, нет. Я думал, в общем-то, что до билетов бежит как-то вот так. Немножко на эмоциях. Молодой паз. Ты дозришь. Ну, нет. Не получилось, к сожалению. Марсиаль. Работал. Ох, как. Ай-яй-яй. Нормально. Он слегка. Ай-яй-яй. Ай-яй. Не, мне надо. Берём. Не надо. Ура. Тихое. Не надо. опять не для пас ошибаться на тут вот такое достаточно опасно нарушение жаль что ж такое-то она ретать 0 принципе неплохо 50 это неплохо это годно сойдет я думаю вполне себе ну нормально так 2043 шоу серебро вы есть а есть умеете 180 немного но тем не менее она спасибо к пришел всем да всем пока